Ранним утром Амета Бибулаев ждал, как обычно, на остановке автобус, а маску надеть забыл. Итог – встреча с правоохранителями и составление протокола. На первый раз юноша получил предупреждение, но урок усвоил крепко. Я теперь буду ходить маской, чтобы не заражать остальных. Заболеваемость коронавирусом в Крыму уверенно идёт на спад, но это не говорит о том, что нужно пренебрегать обязательными антиковидными требованиями. Симферопольцы, заботясь о здоровье своём и окружающих, стараются соблюдать все меры предосторожности. Ношение средств индивидуальной защиты не всегда удобно, но жизненно важно. Особенно в общественных местах. Чтобы не заболеть болезнью, вот сейчас пандемия, я, например, сделала прививку, переболела до этого, очень тяжело. Поэтому я считаю, что надо и соблюдать меры предосторожности, чтобы все носили маску. В многих автобусах не соблюдают пассажиры, особенно молодёжь. Ежедневно в Симферополе соблюдение противоэпидемиологических мер контролирует 17 мобильных групп. 9 из них работают в общественном транспорте. За наличием масок у пассажиров следят не только представители органов правопорядка, но и водители. Все в масках. Ну, бывает такое, что кто-то без масок. Ну, выдаём маски. Стараюсь, если он подходит, я ему подаю маску. Как бы все в порядке. Симферополь лидирует по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привились больше 80% жителей крымской столицы. Это касается тех, кому можно получать препарат. Но обезопасить себя нужно со всех сторон. Мы находимся на центральной улице города Симферополя. С утра остановки общественного транспорта заполнены людьми. Все ли граждане соблюдают масочный режим? Давайте посмотрим. Маска в кармане, сумке или руке не оградит от наказания. За игнорирование обязательных требований безопасности нарушителям грозит штраф. За неделю на граждан составлен 91 протокол по статье 20.6.1. На субъектах хозяйственной деятельности составлено 6 протоколов по 20.6.1. Выявлено 27 нарушений, составлено 27 первичных актов. Размер штрафов составляет на граждан от 1000 до 30 тысяч рублей, на ИП от 30 до 50 и на юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Всего в крымской столице за полгода нарушителей оштрафовали на 2 миллиона 300 тысяч рублей.